Девушки отдыхают Потому что я люблю Секрет очень простой Поставите перед Волыной Графин С водкой С чем? С березовым соком, пионер Водяры нальете ему в графин И все пойдет как по маслу Жестковат, Нечка Водичка-то в Москве Да и вкус специфический Укарушке першит Водички никто не хочет А я не ищу деятельных способов выхода Я тупо сижу под библиотеком Из-за того, что тебе пришает идея в голову С моим участием, что где когда Моя идея загоняет тебя в долги Отлично, твой вариант А теперь давай Все, давай Ну праздник давай Я хочу, чтобы ты мне цветы подарил Ты, Тон, сменись сначала Хочешь поговорить? Разговоры закончены И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет Твоим законам На перегонки с ветром Впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли Главные видишь Мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли Главные видишь Мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Ты что, совсем охренели руки тут свои распускать? По-другому тут кто-то не понимает, похоже Слушай, как раз тебя сейчас Макар под плинтус закатает Ты понял? Закатает Пусть губу себе сначала закатает Спотыкаться меньше будет Убери от меня руки свои Что хотите-то бошки друг друга снести, а? Слушай, ты сам где-то споткнулся И не заметил, как сильно головой ударился Крас, что вы с Макаровым не поделили? Неправильный вопрос, Леха Я с Макаровым никого делить не собираюсь Да, все-таки портят людей деньги Сухой! Ты с чего не здороваешься? Привет Привет, ты будешь родственникам передавать из поликлиники Деньги когда вернешь? А я тебе ничего и не должен Шулику должен Но бабки мои были А долг, как говорится, платежом красен Народная поговорка Не советую тебе против народа перейти Слушай, народ Я тебе совет не спрашиваю Зря Советы иногда бывают полезны Для здоровья Прямо здесь показательный бой начнешь? Показательный бой мужики устраивают А ты не мужик сухой Потому что за слова свои не отвечаешь Деньги я должен, Шулику Ты лучше скажи, кому ты не должен А то смотри Пойдет слух по училищу Что есть ушлый чувачок Который берет деньги А потом кидает Смотри, глазки забегали, а? Вспомнил про долг? Ничего сухой Всем вернешь Или будешь и гребать от всех И не спеши к экзаменам готовиться Такие, как ты, здесь не выживаешь Пошли Слышь, Макар, а ты что, глазами через обложку сканируешь? Че ты Я хочу узнать, из-за чего вы вчера с красным сцепились Он тебе разве не пожаловался? Ты знаешь, я не нянечка в детском саду Чтобы ко мне приходить И по груди сопли размазывать Просто по увиденному я понял, что у вас все мега серьезно Слушай, ну не за девушками подрались Устроил тебя такое зверь? А Красильников тут при чем? Ну не хоро чем говорить, потом расскажешь Мужики, а есть это, ну, по бронетехнике конспект? Зачем тебе конспект? У тебя такой бронетанковый вид, что ты любую оборону правишь Только на таран Слушай, если нет, так и скажите Да, лови, боцман Только повтори обязательный клиренс И не забудь вернуть в гараж А то тебе не надо мой экзамен сдавать Подожди, а при чем тут клиренс? Это же просвет между дорогой и двечем А ты что, не знал, Натар? У нас на четыре танка один клиренс Вот печку можешь спросить, если не веришь А танк без клиренса, это вообще беда Если в бой Ну пошли сами в бой В общем, смотри, в редакции отобрали вопрос по косметику А почему у женщин революционных вооруженных сил Колумбии вещи-мешки тяжелее, чем у мужчин? Потому что у них там обязательно косметика и любимая игрушка, да? Да Мне уже не нравится Значит, требуют деньги Или уж я могу пока у подруг перезанять? Оль, не надо ни у кого ничего перезанимать Давай дальше по вопросам Ну вот еще хороший вопрос про американский порох Менделеева Это когда он разгадал секрет бездымного пороха Пересчитывая у завода вагоны с ингредиентами, да? Точно Это, кстати, вопрос мне понравился очень У нас из парней никто его не отгадал Даже как раз ответ не знал Да? Ага Слушай, ну тогда из двух вопросов нужно выбрать один Ну потому что на одном поле не может быть двух вопросов от одного игрока А почему бы и нет? Ведь о том, что вопрос от одного человека будет знать только твоя подруга Точнее, ее сестра-дедактор Так а зачем нам это? А за тем, что вероятность возрастет пропорционально количеству хороших вопросов, понимаешь? А как же, внимание на монитор Да, фотографии? Да, это не вопрос Пережить бы нам завтра топали Да Ну, а если бы у нас сустава вела Полина Я бы на экзаменах ходил, как на праздник, честное слово Да ты что? Ну, Полина у меня самый любимый преподаватель после Суворовского Он Макар знает, правда, Макс? Вот, подтвердил Эх, Суворовская наша Суворовская Да Кто-то сейчас в Суворовском за тебя вторую порцию доедает в столовой Слушай, сырой, что ты меня попрекаешь, а? То Полиной, то кашей Я ему, между прочим, просто детство вспомнил Детство вспомнил Слушай, ты сейчас говоришь, как будто тебе 70 лет Ты закончил Суворовское 50 лет назад Дет старый Да Мужики, а у меня сейчас Суворовское вот прям перед глазами А у меня тоже Мужики, а давайте на каникулах в Суворовское мы тонем Никаких каникул, нам еще надо сессию сдать Ты даже сегодня книгу не открывал А мы с Босманом верхом на танке, верно, Печка? Проскочим экзамены и вперед Ну, я вообще домой собирался А Суворовское для тебя не дом Вот, библиотекарь вернулся Сухой, мы тут на каникулах собираемся в Суворовском и тонуть Ты как? Подожди, Макс, ты че и меня посчитал? Если за всеми делами разберемся Разберемся Сессия никуда не денется Печка, ты остаешься в меньшинстве Подождите, а меня вообще что-ли-то никто не спрашивает? А че тебя спрашивают? У тебя там хата через дорогу Печка Ну давай Не, мужики, ну мне реально домой надо Там по хозяйству дел много Да ладно тебе, Печка Не бойся, Анжелка решил затусить на каникулах Да, если бы Я на это уже и не надеюсь Я ее, по-моему, вообще уже не интересую В смысле? Да в прямом Я ей как не позвоню, она все занята Как не приглашу на встречу, она мне все отказывает Да, Степка, непростая ситуация Но это же не повод, чтобы дверь забыть Ты давай, отвлекись Заодно и Джелке будет время отдохнуть Ну? Ладно, мужики Только на пару дней, не больше Ладно, мне реально домой надо Договорились Вопросы по билетам есть? Хорошо Значит, с этого момента Шевелить можно только извилинами Любое другое движение Будет означать попытку списать И как следствие прекращение экзамена С неудовлетворительным результатом Товарищ майор, разрешите обратиться Слушаю Красильников Курсант Красильников Вот у меня в билете вопрос особенности боевой экипировки царской армии Ну и что непонятного? Так мы же не проходили эту тему Уверены? Так точно Вы нам давали виды, формы одежды российской армии Согласно уставу внутренней службы Такая уверенность не в вашу пользу, курсант Тема была дана для самостоятельного изучения И подробно описана в дополнительной литературе Список, который у вас имеется Еще вопрос? Пошли готовиться Готовьтесь Только боюсь, после такого вопроса Я не смогу порадовать вас приличной оценкой Вся надежда только на вашу интуицию Красильников Садитесь Есть Ну и я, пожалуй, присяду Как говорится, ногах, правда, нет? Красно Нам эту тему в Можайкином факультативе читали Возьми листок Сосун себе его знаешь куда Привет Привет Допивай чай и домой Паковать чемоданы Опять? Ты что, меня выселяешь? Даже не думала Просто я гонец с хорошей новостью Шеф подписал тебе отпуск Через три дня можешь гулять Ну как? Подожди, как гулять? Да как хочешь Хочешь в горах на лыжах А хочешь по Москве на трамвай Со своим Макаровым катайтесь А при чем тут Макаров? Как при чем? У тебя работа У него учеба Прячьтесь, как дети малые А в уютном гостиничном номере Негде Да и некогда Ксения, ситуация изменилась Я не хочу в отпуск Вот это новости А кто мне недавно плакался? В Кремлевке каникулы сейчас А отпуск у меня летом Да, летом больше ультрафиолета И потом я его предупреждала Что не пойду в отпуск Кого его? Ну кого шефа? Кого же еще? А меня-то забыла предупредить? Я думала, что предупредить его будет достаточно Да я шефа наизнанку вывернула Чтобы он на каникулы тебя сейчас отправил А я-то думаю, чего он ломается Я ему и глазки Я ему и губки И в Египет с ним собралась ехать Вот и поезжай на лыжах кататься Да какие лыжи в Египте? На водных А как твой курсант? Пусть он сам гуляет Ну естественно говоря об экипировке Нельзя не упомянуть о парадной И повседневной форме одежды Также хочется отметить Такую интересную подробность Что шашка полагалась даже морякам Не говоря уже об артиллеристах и летчиках Ну в принципе все Курсант Красильников ответ на второй вопрос закончил А по мне так и не начинал Это всеобщее место Слова Вода водой Спит твоя интуиция, Красильников Ладно, попробуем ее разбудить Дайте вопрос на сообразительность Откуда на обшлагах мундиров солдат царской армии появились пуговицы? Думай Что у вас по билету, Макаров? Вот Не-не-не, не надо Давайте мы устно побеседуем Вы же у нас человек самостоятельный Любите все делать сами Учиться Ряды нести На вопросы отвечать Вы не против? Никак нет Сдаю вопрос Что представляет из себя опорный пункт мотострелкового взвода? Ну согласно боевому уставу Опорный пункт представляет собой участок местности Шириной по фронту 400 метров И глубиной до 300 метров Ну это что, поляна в полтора гектара шириной и все? Пункт готовится в инженерном отношении В соответствии с поставленной задачей Расположение огневых позиций Произвольное Неполный ответ Категорически запрещается применение на размещение огневых позиций Так и любых других огневых средств Причина? Уязвимость для противника Поставил дальномер в одну позицию и укладывает снаряды точно в цель Ладно, Макаров Следующий вопрос Это уже четвертый будет вопрос, товарищ майор Да не волнуйся, курсант Будет еще и пятый Вот что Нарисуй-ка мне расположение личного состава При атаке ядерным оружием Ну недалеко от эпицентра Что ты улыбаешься? Рисуй Ладно Будешь еще чай? Нет Хочешь, я тебе торт закажу? Прекрати, я в купальник не влезу Вот и хорошо Это моя месть за то, что ты меня отправила в отпуск Ну за что мне мстить? Вот подумай Не хочешь с Макаровым? Можешь со мной в Египет поехать Опять Причем тут Макаров? Тогда я сдаюсь Это действительно настоящая любовь Какая любовь? Все, вопрос закрыт Я бы не спешила Ну посуди сама Я тебе про верблюдов в Египте? Ты мне про Макарова Не хочешь с ним ехать в отпуск? Сбежала ко мне Самая настоящая любовь Да не хочу, да сбежала При чем тут любовь? Вот я не вижу никакой логики Нормальная женская логика Готовы отвечать, Красильников? Так точно Ну, откуда пуговицы на мундирах? Слушай Пуговицы появились потому, что дворяне Которые поставляли их в царскую армию Лоббировали такой указ Крепко спит твоя интуиция, Красильников Ничего у нас с тобой не получилось А может быть, их пришивали для того, чтобы солдаты рукавом не утирались? Правильно Свободен Красильник Четыре Так я же на все вопросы ответил, товарищ майор Почему четыре? Почему? По пятибалльной системе Зачетку получите по окончании экзамена Варнава, идите отвечать Свободны, Красильников Есть Варнава, давай-давай Дырку в парте протрешь Варнава, я жду Давай, что там у тебя? Ну, вот Ну, это на тройку Как на тройку? Товарищ майор, я же там написал Да даже не на тройку, а на троечку, Варнава Ты же списал Я не списывал Не списывал? Честное слово Ну, это тебе придется доказать Дополнительным вопросом Прошу Так, как это сейчас делает Макаров Что, Макаров, готов доказать свое право на существование? Так точно Давай Это что такое? Это что за символизм? Какой вопрос, такой ответ, товарищ майор Товарищи курсанты Сидите, сидите Я на секунду не буду вас отвлекать Ну что, как тут наш первый курс, Станислав Петрович? Все успели перед экзаменом знаний подкопить? Есть сюрпризы, товарищ полковник Так Ну, большей частью приятные Отлично, Макаров Можете быть свободны Хм Поздравляю, курсант Получить пять баллов у майора Тополя Дорогого стоит Спасибо, товарищ полковник Отличный ответ курсанта Это еще и заслуга преподавателя Верно, но не буду мешать Не вставайте Курсант Макаров Ответ на дополнительный вопрос закончен Свободен, курсант Есть Ну, тополь сверюга Трек влюбил, а? Нет, ну интересно, у него хоть кто-нибудь пятерку получал? Ты губу-то прибери Пятерочку он захотел Да ладно я Ну, Красильников Мог бы отлично заработать? Да дело не в этом Вот мне Шулик рассказывал Тополь поставил единственную пятерку два года назад Курсанту Нахиму Ну, это из-за адмиральской фамилии Поскорей бы уже на бронетехнике отстреляться и домой Как мой дед говорил Молочка с булочкой, да на печку с дурочкой А мы с пацанами на каникулах решили суворовское поедать Вы что, суворовцы? Вообще контуженные, делать вам нечего Ну, это же как в школу, к первой учительнице Слушай, Брагин, тебе просто с учительницей не повезло Ну? Ну? Что поставил? Отлично Нифига себе Слышь, а Макаров, это твоя реальная фамилия? Не сомневайся, учи историю Макаров тоже был адмиралом Шевелись, шевелись, варнава Ты что такой вялый? Мозоль, что ли, себе на экзамене отсидел? Красильников, офицеры ноги кормят Ну и полевая кухня, конечно Роняйся Смирно Значит так Поздравляю вас, товарищи курсанты По сессии идем без потерь Пока на мину никто не наступил Правда, есть три тройки Ну, это ничего Так, потери допустимые Остальные четверки И как это понимать? Товарищ капитан, решите обратиться Обращайся, Гончар Макаров же отлично получил А ты на товарища-то не кивай С Макаровым мы отдельно разберемся Кстати, молодец, Макаров А остальных предупреждаю Что после экзамена по бронетехнике Передо мной должна стоять не толпа Жалких хорошистов А взвод бравых отличников Ясно? Повторяю, ясно? Да, точно Молодцы Разойдись Варнава ко мне Варнава, ты это Вчера случайно после отбоя Телевизор не смотрел? Никак нет Готовился к экзаменам Да и кто ж после отбоя Телевизор смотрит Да ладно тебе То надо, то ты смотри Там вчера передача Что, где, когда была Так вот там один курсант из Москвы Варнава 75 штук выиграл Знакомая фамилия? Так точно Знакомая Случайно не ты? Никак нет, товарищ капитан Я в азартные игры не играю А если играю иногда То я проигрываю всегда Да какие азартные балда Там люди бабки своим умом зарабатывают Да нет, фотография вроде не твоя была Просто сказали курсант из Москвы Точно не я А родственников в Москве у тебя нет? Нет, родственников нет Мне мамка сказала бы Совпадение, наверное А какой хоть вопрос-то был? Да я точно не помню Какой-то про косметичку Весь в мешке Ой, нет, ну что Товарищ капитан Стал бы я про косметичку спрашивать Жаль, а я уж подумал Что у меня во взводе Целый знаток Никак нет Я тебе дам Никак нет Иди учись И чтоб экзамен по бронетехнике Был знатоком А то так и будешь Лошадей крутить Хвосты им Есть Представляете Вчера в поле чудес Мой однофамилец Выиграл 75 тысяч Подожди, а он случайно Что, где, когда выиграл? Да не знаю Я путаю эти передачи Да, ты знаешь, да Наверное, что, где, когда Полярник рассказывал Там какой-то вопрос такой Про косметички в армии Ты не смотрел? 75 тысяч Представляешь? Она фамилец мой Варнава Птичка Ты че, сухой? Варнава Птичка Варнава О, Макар, ты здесь? А я прикинь, что в журнале прочитал Про то, как наш танк Т-72 Оценили в Сирии Ну и как? Короче, принёк у нас один В Академии бронетанковых войск Обучался Сириец Так его на экзамене спрашивают Дайте оценку защищенности Танка 72 И слушай, чем он ответил Шайтан-машина Нет, не угадал Короче, преподы думали, что он о броневой защите Чесать начнёт А он говорит Бой закончился Я смотрю на броне отметины От бронебойно-подкалиберных снарядов Ни одной пробоины Так в эти отметины Танк расцеловал, как любимую женщину И, кстати, пять баллов за это получил Макар Ты чё, опять ничего не делаешь? Срой, даже если я сейчас пойду танк поцелую Твою любимую женщину, он не превратится Ну так тебе всё равно надо к экзамену готовиться Ты ж помнишь, как тебя тополь по уставам гонял? Я, между прочим, пять получил Ну так значит тебе повезло Потому что валил он тебя конкретно Да, он просто мажайцев не любит Ага То есть валына с прилуцкой тоже не любят мажайцев По твоей теории Срой Ну не лежит у меня сейчас душа к науке Не лежит Ну возьми хотя бы конспект почитай А то у тебя не полная, а у меня тут вся тема Броня крепкая и танки наши быстро Прорвёмся, сырой Ну не волнуйся ты Уж на троечку-то я точно заработаю Пойми, Варнава, это я выиграл, понимаешь, я А фамилия Варнава Да это случайно, Ген, ну то есть не случайно Ну короче, ну я же тебе много раз рассказывал Мне помогли пропихнуть на игровой стол вопрос Ну в смысле хороший вопрос спустить не очень, понимаешь Ну это ты говорила Ну да, а для того, чтобы увеличить площадь поражения Вопрос был не один, их было много И все под разными фамилиями Там и перепечка был, и сырник, понимаешь Слушай, я понял, зачем ты читал книжки про зверюшек Ну да, знал бы я, что вопрос найден в мужском журнале Читал бы я про этих зверюшек Слушай, а как ты вообще решил вот сыграть? Интеллект девать было некогда Да и вопрос денег, конечно, еще и мил место Так сколько ты говоришь, я поднял? 75 тысяч? 75 тысяч, представляешь? Держи счета! Слушай, а фотографию мою ты где взял? Фотка, Ген Там же всегда показывают фотографию Геннадий! Фотография была не твоя Ну я что, дурак, что ли, ваши фотографии туда засовывать? Фотографию я нашел в читалке В старом, в советском журнале Там еще буквы СА на погонах Ну и пришлось на компьютере замазывать Понятно Слушай, это очень правильно А то Полярник меня сразу бы узнал Вот именно, Варген Так что, в общем, учи Учись Съем, запоминай, как деньги делать Только я тебя прошу Об этом деле никому ни слова Договорились? Договорились Слушай, а это А может, все-таки это вот родственники какие-то мои в Москве? Ген Я тебе отвечаю Я вот тебе клянусь чем угодно Мне твоя фамилия Верю, 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 что ты вот, что все по-честному Ну, можно я перед тем, как пойду деньги получать Все-таки мамке на всякий случай позвоню Ну, насчет родственников Ну, вдруг Привет Привет И ко мне Да нет, я Диму жду Могу попросить, чтобы его позвали Да нет, его сейчас пригласят, спасибо Максим Слушай Ты извини меня, пожалуйста, ладно? Мы зря тогда ко мне пошли Почему зря? Мне показалось, вечер был замечательный Замечательный, только Ну, ты все равно извини Да ладно, я все понял Парня надо было полновать, а тут я как раз под руку попался Только знаешь что? Я вот эту роль играть всегда в них пор не выношу Я просто очень хотела его проучить за недоверие, понимаешь? Неплохо проучила Мне показалось тогда у тебя дома? Тебе показалось А это я тебя проверяла Серьезно? Как говорится, без санкций прокурора Ну, да Максим Мне все равно как-то очень стыдно Ты меня еще раз извини, ладно? Ты замечательный, правда Я понимаю, меня для этого позвали Твоей девушке очень повезло Дима Дима Димка, подожди! Ну вот Да выпендрилась я окончательно Марин, только без обид Вы что-то как-нибудь сами разбирайтесь, а я пойду Да Мы уж как-нибудь разберемся Занимайся, занимайся, занимайся И снова здравствуй Сухой Мы завтра экзамен сдаем по бронетехнике И все По домам Ну, завтра будут деньги, завтра Так, чтоб я тебя отсюда не выкуривал Да вылезай Тебя ж даже на слое не поймаешь, Сухой А? Как не спросить тебя, когда деньги отдашь? Ты все завтра Завтра Сидиаш Завтра я с тобой обязательно рассчитаюсь Завтра это крайний срок Только давай не здесь сейчас говорить А когда оно наступит, это твое завтра? Месяц я с тебя деньги пытаюсь вытрасти Сухой День сурка получается какой-то Как не подойдешь к Сухому Сухой, а где деньги-то, а? А он завтра, говорит Сухой, а где деньги, когда они будут? А он говорит, завтра А со мной тоже завтра рассчитываешься, Сухой? А ты что-то не охота на каникулы нищим валить Так он и тебе должен? Да И мне Нехило пирамида получается Сухой Так это не у меня, а у одного лопухина у шахт А? И скажи мне пожалуйста, кому ты деньги отдал? Это мне вернул Ну вот как бы А и мне Давай рассказывай Сколько ты там у всех позанимал? А что ты рассказываешь, залетел? Да ничего не залетел Кинули его, что ты молчишь? Да если б ерундой не занимался, кто б его кинул? Боссом, а тебе Сухой ничего не должен? Ничего, хотя денег я ему занимал То есть ты хочешь сказать, что ты знал, что он бегает по всему училищу и стреляет у всех деньги? Знал Знал и молчал, да? Да ничего не стреляет Действительно, Илюх Ну ты же сам видел, как за Илюхой все бегают Возьми у меня денег Сухой, возьми пожалуйста Он меня попросил и я ему дал А если бы я тебя попросил, что ты мне не дал? Ладно, Горбатого могилы исправят Ну что, давайте скидываться Сколько ты там позанимал? Много, я все верну сам Деньги уже пришли, осталось только получить Ты что кредит что ли взял в банке? Выиграл Также возможность пожара существенно снижает наличие на танке динамической защиты или как ее называют на западе, активной брони Курсант Ковнацкий, ответ закончил А может ли человеческий фактор повлиять на пожарную безопасность танка, заложенную в самой конструкции? Может Например? Например, использование нештатного топлива Когда наши танки во время войны на Кавказе Заливали баки бензином на гражданских заправках Просто тыловое обеспечение не успевало поставлять керосин Достаточно Ну что, Ковнацкий Пропустили вы много Ну, к экзамену подготовились достойно Ваш ответ я оцениваю в 5 баллов с небольшим минусом Минус, конечно, не пойдет в ведомость, но советую о нем не забывать Отработайте на следующей сессии Понятно? Так точно Свободен Спасибо Ну а что, Макаров? Что не вопрос, мы с вами в молчанку играем И все же, каковы основные недостатки вертикального расположения боекомплекта в автомате заряжания пушки? А ведь мы вам с Ковнацким даже намекнули Вертикальное расположение автомата заряжания увеличивает скорость стрельность за счет уменьшения количества пошаговых операций Я спрашивал о недостатках Ну, пожар может случиться Повеличивается возможность детонации боекомплекта А почему так неуверенно? Ты вообще готовился к экзамену? Ну, готовился Значит так, Макаров, ваш ответ я могу оценить максимум на 3 балла Я согласен Зато я не согласен После того, как вы отвечали на занятиях, вашу тройку на экзамен я расцениваю как личное оскорбление И впредь этого не потерплю Два, Макаров, придете пересдавать Товарищ майор, может быть Возражения не принимаются Вы знаете, мой предмет минимум на хорошо И я вам это докажу Товарищ майор, я перестал Я уже все сказал, свободен ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 И он просто не хочет никому рассказывать об этом. А вот это он зря. Что же он мне не рассказал, а? Я бы ему на свою жизнь пожаловался. А то сидели друг напротив друга, поговорить было не о чем. Товарищ мэр, у него действительно серьезные проблемы. А тут еще залет с экзаменом. У него мозги на бекрень съехали. Значит так, бойцы. Мозги на бекрень съезжают, когда в голову попадает осколок от снаряда. Понятно? А я своим предметом хочу сделать так, чтобы он туда никогда не попал. И если человек этому сопротивляется, значит он в будущем хочет усиленно погибнуть. Понятно? Так что свободны. Я что-то непонятное сказал. Кругом. Шагом марш. Здравствуйте. Привет. Илю, что случилось? Да Макаров, блин, два балла по бронетехнике отхватил. Господи, я уж подумала, опоздали мы с деньгами. Да перездаст свою двойку, Макаров. Будем надеяться. Слушай, Варнава уже может свои деньги получить. Ну, отпутит в город и получит. Как действовать, я ему объясню. А запись игры не принесла? Да, ну подруга обещала на диск скинуть. Как ты мог такую игру пропустить? Да у нас на время сессии шнура и телевизора спрятали. Ну, во второй роте пытались шнур отчаянника приладить. Только телевизор и шнур сожгли. Хоть без жертв обошлось-то. Ну, крайних надутых будут жертвы. Я безумно переживала за наш вопрос. Им ответ про косметику слишком простым показался, представляешь? Была такая версия при обсуждении. Бонечка, ты вообще-то мне это уже по телефону говорила. Да? Да. Я забыла. Слушай, оказывается, когда играешь, совершенно теряешь голову. Это ты мне говоришь, да? Тебе, Зухомлин! Только попробуй мне еще хоть раз голову потерять. Слушай, а можно я тебе на хранение отдам, а? Ну, смотря что ты попросишь взамен. Курсант Макаров. Товарищ майор, курсант Макаров... Отставить. Давай обговорим дату пересдачи экзамена. Два дня на подготовку достаточно? Товарищ майор, я точно не могу сказать. Причина. А это может быть моим личным делом? Вашим личным делом, курсант Макаров, может быть все, что угодно. В том числе и желание стать офицером. Боюсь, что без всех сданных экзаменов оно неосуществимо. Ясно выразился? Я был не против удовлетворительной оценки. Но вы же мне двойку поставили. Ну, извини, Макаров, что я тебе могу сказать? Да нет, это вы меня извините, товарищ майор. Разрешите идти? Свободен Макаров. Есть! Игорь Дмитриевич, здравия желаю. Добрый день, Алексей Валерьевич. У меня просьба будет к вам. Вы бы с ведомостью не тянули, а? А то все на каникулы спешат. Хотите, я даже могу ведомость по пути в учебную часть занести? Да, в принципе, ведомость уже готова. Ну-ка. Как? Макаров не сдал экзамен? Как не сдал? По-моему, у него четыре. Нет, я смотрю, здесь неуд стоит. Надо же, а. Он уже пересдать успел, а я забыл в ведомости переправить. Успел. Пересдать. Оперативно сработал, Макаров. А как иначе? Гвардейский курсант, гвардейского батальона. Спасибо, Игорь Михайлович. Всего вам. Ладно, Макаров. Живи. Варген, ты где пропадал? Я уже волноваться начал. Да я понимаешь, пока поменял. Мне же не деньгами дали, а это. На карточку все. Вот. Ух ты. Слушай, Варген, а там ничего больше не осталось? Нет, все снял до копеечки. Даже этот подоходный налог. Представляешь, что я первый раз в жизни налоги заплатил. Держи. Так, сейчас. Вот. Вот оно. Полным числом. Слушай, Ген, держи. Это тебе за счастливую фамилию. Слушай, мне не надо денег твоих-то. Я же сам выиграю. У меня во. Держи. Что это? Это вопрос. Сколько полосочек у пчелки на брюшке? Ну, вот не знаешь. А я знаю, я посчитал. Ну, точнее, не я, дядя мой посчитал. Он пасечник. Вот. И это очень хороший вопрос. Я думаю, что... Передай, пожалуйста, на телевидение. Ген, ты меня извини, пожалуйста. Понимаешь, у тебя вопрос, он по конкретным знаниям. А там только на сообразительность принимает, брат. Держи. Да? Как же не вовремя-то, е-мое. Ну, ладно, не ка. Значит так, товарищ курсанты. Официальные поздравления по поводу сдачи сессии будут завтра. Когда учебная часть успеет оформить документы. Ну, а пока... Поздравляю вас с успешной сдачей экзамена по бронетехнике. Ура! 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 Макаров, а ты чего не кричишь? Или, может быть, ты голос свой сорвал на бронетехнике, когда я движок БТРа перекрикивал? А-а-а. Так старался свою двойку на четверку исправить, что сил на радость уже не осталось. Слушай, молодой. А когда ты успел? Откуда там четверка? У меня к тебе встречный вопрос, Макаров. Как же ты банан умудрился схватить? Впредь таких виражей на поворотах не закладывай, Макаров. А то с трассы можешь вылететь. Кстати, это всех касается. Разойдись! Кварнава ко мне. Точно не тебя по телевизору показывали? Точно, товарищ капитан. Не меня. Тогда, почему тебе письма пишут, а про остальных забыли? А, так это же бабка. Она просто с мобильниками как-то не дружит. А письма любит писать. Наш человек. Да. Товарищ майор, разрешите? Входи, Макаров. Товарищ майор, вы, по-моему, ошиблись. У меня в ведомости по экзамену четверка стоит. Да нет, Макаров, это ты ошибаешься. А о чем же моя ошибка, товарищ майор? Потому что молодой ты еще. А молодость что-то прощает, а что-то нет. Тут как кому повезет. Не понял, товарищ майор. Повезло тебе, Макаров. Поэтому давай так. Тройку ты у меня заработал. Балл я тебе добавил от себя лично. В ведомости получилось четыре. Поэтому на следующей сессии ты просто обязан сдать экзамен на шесть. Чтобы балл мне вернуть. Устраивает такая арифметика? Так точно. Спасибо, товарищ майор. Разрешите идти? Свободен, Макаров. Есть. Удачных каникул. Спасибо. О, Варнаф, опять я смс-ку на трех листах получил. Да лучше б не получал. А что случилось? С мамкой здесь плохо? Давай, выкладывай. Откуда деньги ты взял? Я же говорил, выиграл что, где, когда. Так я тебе и поверил. Пацаны, я в общем на каникулах к Варнаве поеду. Подожди, а как же Суворовская? Ты же сам говорил, что в деревне нечего делать. Ну, а у Варнава есть чего делать. У нее же батя нет, а мамка слегла. Песняка, а давай я с вами поеду. Мне в Москве делать нечего. А там хоть воздухом подышу. Макар, там вообще поработать надо. Ты сейчас с кем разговариваешь? У меня что, рук нету? Или они по-твоему растут не оттуда, откуда у тебя? Макар, это куда? Сухой, куда это они? Так. Печка, держи, это долг. Вот, раз-два. И это еще с Варнава. А при чем тут Варнава? Ну, ну как, ну помнишь, ты же мне тогда поверил. Ты ведь не обязан был вместо меня Варнаве деньги давать, правильно? А-а-а. Да, то я уже забыл про них. Ну, а я не забываю. Спасибо тебе огромное, Степ. Так. Варнава, да ты не переживай. Нам в твоем теремке тесно не будет, верно? Мы тебе крышу поправим. И сарай. Да забор сделаем так, что закачаешься. Девчонки по праздникам будут за место костра через него прыгать. Спасибо, ребят. Конечно, не будет тесно. Что хоть вы говорите такое? Геннадий, ты меня только извини. Мне не получится, наверное, тебе поехать. Потому что у меня сестренка маленькая в Твери. Но я соскучился. Хотя, знаешь, есть только на один день. Да ладно тебе, сырой. Сестричке съездить – это дело святое. Согласен. Геннадий, мне печка все рассказал. С нами поедешь? Дружище, извини, пожалуйста. Просто я каникул Ольке обещал. А, понятно. Ну, просто, если бы не она, я бы его денег до сих пор всем торчал. Понимаешь? Ну, ты же знаешь. Ну, конечно. Интересно, а что это такое? Знает Варнава, что мы не знаем? Да ты сейчас сам чуть не проговорился. Ребят, я тут неподалеку о жизни думал. О, вот он. Мыслитель. Одного тебя я только не нашел. Держи. Секундочку. Парень, сюда скидавай. Ты что? Ну, я бы с удовольствием с вами через забор попрыгал, если бы позволили. Гончар, ты с нами, что ли? Ну, если можно. Да ты что, конечно, Гончар. Поехали с нами. А меня с собой берете? Прохор! Ну, что замерли, мужики? Вольно. Прохор! Степаны себе, Прохор! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!